Спасибо, ребята, спасибо, детки. Я знаю, что переживали очень, но вы большие молодцы. Вы наше будущее. Это фестиваль художественной гимнастики «Алина-2023». На сцене Сочинской академии «Небесная грация» сама олимпийская чемпионка. Пока она вместе с остальными спортсменами исполняла прощальную песню, из зала за ней внимательно следил один из детей. Когда олимпийская чемпионка покинула сцену, ребёнок присоединился к ней, и дальше они продолжили путь вместе. Это был её сын Иван, один из двух самых засекреченных детей в России. Второй ребёнок — его младший брат Владимир, но он в то время ещё не сопровождал мать на таких мероприятиях. Их нельзя найти в государственных базах данных. С младенчества у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только ближайшие родственники. Они не летают обычными рейсами, у них отдельные самолёты. Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернёров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО, ходят на яхтах и ездят на бронепоезде, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца. Они — сыновья Владимира Путина. Почти никто из окружающих их взрослых не рискует с ними спорить, поэтому братья растут, понимая, что они исключительные. Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения. Чтобы найти детей президента потребовались месяцы работы, тысячи страниц банковских проводок, информация о сотнях перелётов, внутренние документы десятков юридических лиц, выписки на дюжину самолётов и вертолётов, ещё на столько же яхт и даже на один брик 1958 года постройки. Но главное — мы поговорили с человеком, который работает на семью Владимира Путина и видел его сыновей. Почему досье решил искать детей Путина? Во-первых, президент сам признавал, его работа связана с абсолютной публичностью. Во-вторых, родственники Путина нередко становятся крайне богатыми людьми. Но главное, как мы убедимся, вся жизнь сыновей главы государства, их быт, поездки, обучение и отдых финансируются за счёт компаний друзей Путина, а те получают деньги из бюджета страны. Официально Владимир Путин в 1983 году женился на Людмиле Шкребнёвой. В браке она взяла фамилию мужа. Спустя почти 30 лет пара развелась. Супруги редко появлялись вместе на публике, но в июне 2013 года пришли на балеты Смиральда в Государственном Кремлёвском дворце, а после представления неожиданно дали интервью. Людмила Александровна отстояла вахту. Дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. Дети — Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Но как семья они предстают только в нескольких биографиях, в том числе в книге «От первого лица», вышедшей в 2000 году. Впоследствии Путин не упоминал их по имени, отвечая на вопросы прессы. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Подробности жизни дочерей стали известны благодаря утечкам документов и работе журналистов. Даже вспоминая про внуков, Путин не называл имена их матерей. Маленькие сладкие детишки. Попытался Путин спрятать и свою вторую семью. В 2008-м газетам «Московский корреспондент» писала, что в Санкт-Петербурге началась подготовка свадьбы Алины Кабаевой и Владимира Путина. Издание ссылалось на свой источник. Путин на это отреагировал жестко. Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено. Вскоре газета была закрыта. Хотя личная жизнь президента — почти государственная тайна, об этой тайне знает едва ли не каждый человек в стране. И не в последнюю очередь благодаря самой Алине Кабаевой. В начале 2000-х пресса приписывала ей романы с футболистом-локомотивом Максимом Бузникиным и с капитаном милиции Давидом Мусселяни. Эти сплетни комментировала мать Кабаевой — Любовь. В конце 2000-х — начале 2010-х годов олимпийская чемпионка, недавно завершившая спортивную карьеру, охотно давала интервью. И почти в каждом из них говорила о том, как она стремится завести семью и как будет любить своих детей. Так, в марте 2008-го она пришла на передачу «100 вопросов к взрослому». Рассказала, что уже встретила свой идеал мужчины, не называя его имени. Встретила. И неожиданно подробно ответила на вопрос, смогла бы она увезти мужа из семьи. Если есть уже проблемы в семье, и мужчина смотрит на другую женщину и общается с другой женщиной, а не с женой, уже ничего хорошего в семье не может быть. Спустя два месяца Кабаева летала к Путину в Сочи на бизнес-джете друга президента Геннадия Тимченко. Но интервью давать не перестала. Каждое следующее звучало как намек. Семья — это самое святое, что есть на свете. Даже сильная и успешная женщина должна понимать, что мужчина — это главное, стержень. Давайте не будем друг друга обманывать и говорить, что мы все для себя делаем. Куда мы без мужчин? Как минимум с 2011 Кабаева не скрывает обручальное кольцо. Вскоре после этого поток интервью постепенно иссяк. Связь с Путиным становилась все более явной. Руководство России устроено по мафиозному принципу. Во главе — босс семьи, или в нашем случае президент. Его ближайшее окружение — много лет знакомые с Путиным бизнесмены Геннадий Тимченко, братья Ротенберги или Юрий Ковальчук. Сослуживцы по спецслужбам, как бывший глава ФСБ Николай Патрушев и остальные. Это капа. У них могут быть собственные накопления, но значительная часть активов в совместном пользовании — это деньги семьи. И последнее слово в том, как распоряжаться этими средствами, остается за боссом. Поэтому финансовый след крайне важен во всех делах, связанных с Владимиром Путиным. В его отношениях с Кабаевой финансовый след оказался настолько гигантским, что не заметить его было просто невозможно. Со временем именно деньги помогут нам найти их общих детей. Карьерой Кабаевой после завершения спортивных выступлений занялась администрацией президента, рассказывает источник досье. Сначала гимнастка получила кресло депутата Госдумы, но парламентская деятельность не задалась. За семь лет она поучаствовала в работе только над пятью законопроектами, под двумя из которых стояли подписи почти всех депутатов. Одновременно Кабаевой начали подыскивать должность в бизнесе. Ближе всего ей оказались медиа. Еще во время дисквалификации из-за употребления допинга в начале нулевых годов она начала вести передачи на телевидении и сниматься в кино, а также поучаствовала в реалити-шоу «Гарем» на СТС. С 2008 года Кабаева работала в Общественном совете национальной медиагруппы, а в 2014 году покинула Госдуму и окончательно перешла в НМГ, заняв пост председателя Совета директоров. Национальная медиагруппа была создана ближайшим окружением Владимира Путина. Кабаева до сих пор стоит во главе НМГ, но практически не занимается текущей деятельностью компании. НМГ для нее синекура, приносящая солидный доход и позволяющая больше времени уделять боготворительности, спорту и, конечно, детям. Помимо работы, окружение Путина обеспечило Кабаеву и ее родственниц недвижимостью. Занимались этим друг детства Путина, бывший петербургский мясник Петр Колбин, друг Путина нефтетрейдер Геннадий Тимченко и бизнесмен Григорий Баевский, довеленное лицо братьев Ротенбергов, с которыми Путин вместе занимался дзюдо. Особняк в поселке Дома отдыха Успенская на Рублевском шоссе недалеко от Москвы. Центр досье еще в 2019 году сфотографировал записку на проходной. О некоторых посетителях надо предупреждать ФСО. Две квартиры на Арбате, оформленные на бабушку Анну Зацепилину. Квартира сестры Лисан Кабаевой на улице Вересаева в Москве. Участок в Подмосковье, площадью почти 3 гектара. Дом для матери Любови Кабаевой в Сочи, недалеко от Красной Поляны, где живут топ-менеджеры «Газпрома». Квартира для бабушки на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге. Квартира мамы на Пречистенке в центре Москвы. И это только основные объекты. В прессе еще можно встретить упоминания про пентхаус в Сочи. Но нет ни единого доказательства, что Кабаева хоть раз там бывала. И это все только в России. А есть еще в Швейцарии. Как писал Wall Street Journal, Алина Кабаева жила на вилле с вертолетной площадкой в Коланьи, не уточняя, о каком именно доме идет речь. Муниципалитет Коланьи – один из самых дорогих и респектабельных в Швейцарии и в мире. Он расположен недалеко от центра Женевы. Самая престижная недвижимость на небольшом возвышении, откуда открывается вид на озеро. Дома здесь стоят десятки миллионов швейцарских франков. Или миллиарды рублей. Швейцария давно привлекала российских бизнесменов. Одним из первопроходцев был Геннадий Тимченко, друг Путина. В 2002-м он приобрел особняк в Коланьи. Спустя 12 лет он попал под санкции из-за аннексии Крыма и с тех пор старался не покидать Россию. В 2015-м Тимченко переписал недвижимость на жену и сына. Но зданием пользовались не только они. В особняке бывала и Алина Кабаева, говорит источник, знакомый с олимпийской чемпионкой. Вот только вертолетной площадки, о которой писал Wall Street Journal, здесь нет. Центр досье нашел подходящую недвижимость неподалеку. На этой же улице. Эта земля под названием Вилло-От-Риф в 18-м веке здесь занимались виноделием. Сейчас поместье разделено на две части. Одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии Гюставу Адоро. Второй участок весной 22-го года был выставлен на продажу. В объявлении упоминалась та самая вертолетная площадка. Риэлтор подтвердил, что при определенных условиях ей можно будет воспользоваться. Стоимость недвижимости — 75 миллионов швейцарских франков. Владельцы — финансист и фотограф Пьер-Ален Фолье и его жена. Центр досье попытался купить особняк от лица бизнесмена из Восточной Европы, который хотел бы сохранить анонимность. Но после нескольких разговоров с риэлтором объект сняли с продажи по личным причинам. Швейцарская недвижимость — самая дорогая в коллекции Кабаевой. Чтобы разобраться, зачем она была нужна, нам потребуется еще один массив данных — о маршрутах передвижения. В 2014-м Кабаева трижды путешествовала из Сочи-Вулгана. В последней поездке в октябре ее сопровождали мама, подруги, жена основателя группы ЛСР Елизавета Молчанова и супруга бизнесмена Виталия Мощицкого Елена Гриневич и сам предприниматель. Вместе с ними на борту была Наталья Тьебо, гинеколог из швейцарской клиники «Сантана». В этой больнице весной 2015 года Алина Кабаева родила Владимиру Путину сына. Присутствовал ли отец на родах, достоверно неизвестно. Спустя три года спортсменка снова летала в Швейцарию, вероятно, на осмотр во время второй беременности. А весной 2019 года Тьебо приехала в Москву, чтобы помочь Кабаевой с родами второго ребенка, тоже мальчика. Близкий знакомый врача в разговоре с газетой «Зона так цайтнул» подтвердил, что дети Кабаевой от Владимира Путина. Наталья Тьебо родилась в Санкт-Петербурге, более 30 лет назад эмигрировала в Швейцарию, взяла фамилию мужа и сменила гражданство, но с Путиным сохранила доверительное отношение. Оба раза решение о том, где будут проходить роды, принимал сам президент, рассказывает бизнесмен, работавший с одним из его друзей. В 2015 году казалось, что рождение ребенка в Швейцарии поможет скрыть его от посторонних глаз. Спустя четыре года Владимир Путин точно также был уверен, что только в Москве можно обеспечить должный уровень секретности. Из данных о поездках Кабаевой мы также узнаем, что она нередко летает обычными рейсами, а еще несколько лет назад ее можно было встретить в Сапсане. Доконечно она, впрочем, ни разу не доехала и выходила на промежуточных остановках в Угловке или в Акуловке. Досье обратил внимание на такой необычный маршрут еще в 1922 году. Станции располагаются недалеко друг от друга, в Новгородской области, и в их окрестностях нет ничего примечательного, кроме резиденции главы государства на Валдаре, куда и лежал ее путь. В поездках ее сопровождали мать, сестра, бабушка, двоюродные сестры и помощницы. Так что многочисленная российская недвижимость вряд ли требуется самой олимпийской чемпионке. Она пользуется резиденциями Путина. Но не информация о перелетах и попутчиках, среди которых все окружение спортсменки, не данные о ее недвижимости, и даже сведения о том, где паркуются ее автомобили и кто заказывает еду в ее квартиры, не дают ответа на главный вопрос. Есть ли у нее действительно дети? Кто они? И чем занимаются? Мы даже идем на отчаянный шаг и просим одного из наших источников получить сведения из базы ЗАГСа, где должны отображаться все ближайшие родственники. Это большой риск. Запросы по хоть сколько-нибудь известным персонам мониторят правоохранительные органы, а по первым лицам государства – спецслужбы. Мы получаем выписку, но в реестре пусто. У Кабаевой указаны только ее родители. Поиски заходят в тупик. Но тут в распоряжении досе оказываются документы компании «Мой медицинский центр». Это не самая крупная сеть частных клиник в России, но, вероятно, самая важная. В ММЦ с 2016 года лечили бойцов из группы Вагнера, получивших хранение в Сирии, в Ливии и на войне в Украине. В этой же клинике, в помещении в центре Санкт-Петербурга на Малой конюшенной улице, обследуются многие друзья и знакомые Владимира Путина, в том числе из кооператива «Озеро» и из руководства Банка России. Там же, как писала Радио Свобода, лечатся девушки, занимавшиеся эскортом. Мы убедились, что в этом центре действительно лечатся друзья президента, например, Геннадий Тимченко. На следе фамилий, упомянутых в материалах юрлица, встречаются еще и иностранцы с весьма высокими зарплатами. Кто эти люди? Это учителя детей Владимира Путина. И на работу в президентскую семью они попадают буквально с улицы. Через платежи окружения Путина мы нашли, как именно их нанимают. «Семья живет в изоляции», — гласит объявление на сайте агентства EnglishNanny. Компания подбирает персонал для обеспеченных семей из России, в том числе нанимает носителей иностранных языков. Среди клиентов — как бизнесмены средней руки, так и олигархи из российского списка Forbes. Именно это объявление, впрочем, предлагает работу в особенной семье — в президентской. Вакансия опубликована в открытом доступе. Откликнуться может любой желающий. Так, в начале 2024 года в семью искали учителя английского языка с проживанием для двух мальчиков 4 и 8 лет. Работа — 5 дней в неделю, в общей сложности 60 часов. В обязанности входит обучение другим предметам и сопровождение в поездках. Зарплата — 7700 евро в месяц. Агентство уточняет, что давно сотрудничает с этой семьей и уже находило до нее нескольких учителей английского и немецкого. Но от обычных сообщений о найме на сайте EnglishNanny это объявление отличает не только щедрое вознаграждение. Предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР. Потенциальный сотрудник должен быть готов пройти медицинские тесты в течение первых двух недель работы. Покидать территорию, где живет семья, запрещено. Объявление то снимают с сайта, то размещают вновь. В семью постоянно требуются новые учителя. Текучка кадров связана с тем, что сработаться с семьей не так-то просто. Кроме того, рынок иностранцев, готовых работать в России, особенно после начала войны, не так велик. И многие слышали про строгие условия изоляции. В этой связи в семье успело поработать немало гувернеров. И новых кандидатов искать все сложнее. Отчасти поэтому учителей английского сейчас набирают из самых разных англоязычных стран. В том числе из ЮАР. Еще одна причина такого выбора геополитическая. К иностранцам настороженное отношение. Но ЮАР воспринимается как дружественная для России страна. Как бы кандидат не узнал о вакансии. Через знакомых или через агентство главный этап отбора – собеседование по видеосвязи с ассистентом семьи. После этого две недели карантина, а также тщательный медицинский осмотр. Сложить фрагмент в единую картину нам помог человек, работающий на семью Владимира Путина. Бытом президента ежедневно занимаются десятки человек. Водители, охранники, учителя, повара, пилоты, официанты, ассистенты и многие другие. Источник досье – один из них. Он живет в резиденциях, часто видит детей главы государства, хотя и не взаимодействует с ними каждый день. Много общается с коллегами и согласился рассказать об этом на условиях абсолютной анонимности. Мы не раскрываем его личность из соображений безопасности, но мы проверили его биографию и убедились, что он действительно занимается бытом главы государства. А детали его рассказа удалось верифицировать с помощью открытых источников, в том числе публикаций в соцсетях, а также с помощью данных из государственных баз и банковских выписок. Детей Путина постоянно окружают взрослые – охранники, гувернеры, другой обслуживающий персонал и родственники. А распорядок Дня Братьев выстроен таким образом, что родителей они видят разве что поздно вечером. По этическим соображениям, досье не публикуют фото детей президента. Они несовершеннолетние и не несут ответственности за действия своих родителей, а их внешность сама по себе не представляет общественного интереса. И на Валдае, и в поездках дети и обслуживающий персонал живут поблизости. Сыновья в главном доме вместе с родителями – учителя, няни, повара и остальные – в отдельных зданиях. Под занятия отведены специальные строения, и все эти объекты расположены в шаговой доступности. Но пешком никто не передвигается. У братьев – свои машины с водителями, у прислуги – отдельный автомобиль. Более того, на Валдае части персонала запрещено ходить по территории. Все перемещения только на транспорте. Детей привозят к учителям и няням в 8-9 часов утра. Все вместе они завтракают. После завтрака – занятия по 30-45 минут. Затем игры. В распоряжении у детей на Валдае – два пони, кролики и Сан-Бернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО. Среди игрушек – масштабная коллекция конструкторов Лего и Айпад. Не только для игр, но и для занятий по видеосвязи. Из мультфильмов дети предпочитают Дисней. Около полудня дети едят, затем дневной сон, а после пробуждения – занятия и спорт. После восьми вечера детей забирают водители, и они почти сразу отправляются спать. У братьев – личные повара, которые готовят им отдельные блюда. Как у Владимира Путина, у его старшего сына своя кружка, и пьет он только из нее. Рядом с детьми всегда охранники из числа офицеров Службы безопасности президента, главного подразделения ФСО. В распоряжении центра досье есть фото одного из телохранителей. Им оказался адъютант Путина Виталий Кеменов, который много лет сопровождал главу государства. Иногда в резиденции все же появляются другие дети. Зачастую это дети друзей Кабаевой, которым, как и всем, приходится проводить по две недели в карантине. Они бывают на Валдае в основном на праздники. Другой свидетель семейной жизни Путина – белорусский президент Александр Лукашенко. В феврале 2021 года он катался на горных лыжах с Владимиром Путиным в Сочи. Собеседник центра досье говорит, что в то время в Красной Полине жили Кабаевы с детьми. А в июле 2023 года семья посещала только построенный музей военно-морской славы в Кронштадте. Тогда же в музее был и Лукашенко. Игры или занятия не сравняются с вечерами, которые дети проводят с отцом. Это особенное время, и старший сын потом обязательно делится с окружающими радостными впечатлениями. Например, он рассказывал, как отец привез ему игрушку, которую он якобы с трудом нашел и купил. По вечерам Путин иногда играет со старшим сыном в хоккей. Для этого на Валдае построили хоккейную площадку. Тренировки бывают и без президента, и тогда в команду берут кого-то из обслуживающего персонала. Но если запланирована игра с участием главы государства, то на лед выходят только отец, Иван и сотрудники ФСО. Путины в одной команде. Иногда посмотреть на матч приходит Кабаева, но ее не видно с площадки. Она следит из отдельной ложи, скрытой за непрозрачным стеклом. Также родители наблюдают и за представлениями, которые учителя готовят вместе с детьми к большим праздникам. Зато в зале персонал видел сестру олимпийской чемпионки Лейсан Кабаеву и их мать Любовь Кабаеву. Детьми Путина одновременно занимаются больше 10 человек. Учителя английского и немецкого, няни, тренеры по спортивной гимнастике, плаванию и по шахматам, и преподаватель музыки. Иностранцев регистрируют через медицинский центр. Россиян через другие, менее заметные юрлица. С 2020 года контракт с ММЦ подписывали как минимум 10 учителей иностранцев. Формально они заключали договор на услуги переводчика, но каждый получает существенно больше, чем мог бы рассчитывать квалифицированный лингвист. Сорплаты могут превышать миллион рублей в месяц. Самая успешная — София Божич, учительница немецкого языка. В России она живет как минимум с 2017 года. Вероятно, Божич пользуется большим доверием у семьи Путина, поскольку она не только работает дольше своих коллег, но и получила в июле 2023 года от ММЦ кредит почти на 234 миллиона рублей. Учителя не только преподают иностранные языки, на них ложится основной объем работы, поскольку они проводят с детьми почти весь день. Отдохнуть удается, когда детей забирают на спорт, шахматы или музыку. Вероятно, родители допускают, что дети пойдут по стопам матери и станут профессиональными спортсменами. Почти в каждой резиденции есть спорткомплекс с залом для гимнастики и бассейном, а иногда и с хоккейной площадкой. С детьми занимаются персональные тренеры по плаванию и по спортивной гимнастике. Так старшего сына тренирует профессиональный спортсмен. Хотя у родителей часто бывают противоположные взгляды на то, чему стоит учить детей, отказываться от домашнего обучения они не собираются. В начале 2024 года персонал обсуждал, что Ивана Путина отправят в престижные сочинские лицеи «Сириус». Но этого пока так и не произошло. Вероятно, по соображениям безопасности. Учителя и тренеры почти не взаимодействуют с семьей напрямую. Если педагогам что-то требуется, то они общаются с помощницами. Они же передают сообщения от родителей. Это может быть как благодарность за проделанную работу, так и пожелание насчет процесса обучения. У сообщений два автора. Несколько раз в год приходят сообщения от семьи. Источник досье полагает, что в этом случае они исходят от самого Владимира Путина. Заметно чаще, примерно раз в неделю, гувернеры получают послание от Олеси. Олеся выдает себя за мать детей и лично знакомится с гувернерами, когда их принимают на работу. В действительности это Олеся Федина, двоюродная сестра настоящей мамы Алины Кабаевой. У Кабаевой две двоюродные сестры. Досье обнаружило их в том числе благодаря их же беспечности. 1 мая 2016 года вторая сестра Кабаевой, Екатерина Головачева, зарегистрировалась на популярном сервисе, который позволяет создавать генеалогическое древо. Головачева внесла основные сведения о своих родственниках, но быстро потеряла интерес к этой затеи и больше не заходила на ресурс. Схема семейных связей осталась в публичном доступе. Сестры помогают гимнастике с семейными делами. Головачева, например, занимается финансовыми вопросами, согласует выплаты персонала и оформление новых сотрудников на работу. Всего у Кабаевой как минимум 10 помощниц. Год от года график семьи меняется мало. Большую часть времени Путин, Кабаева и дети проводят на Валдае. В феврале-марте горные лыжи в Сочи. На это время семья перебирается в Чипсе. В июле-августе прогулки на яхте. Причем раньше это могли быть длительные выходы в море. Но с началом войны маршрут ограничен безопасными водами. Финским заливом, побережьем Черного моря и озерами на севере страны. Одна из таких поездок состоялась летом 1923 года. Для Кабаевой и детей выделили флотилию из трех судов. Самая большая – главная яхта Путина «Грейсфул», на борту которой и жила семья. Оставшиеся две яхты использовались для размещения нескольких педагогов и для проведения занятий. Корабли обошли финский залив, осматривая достопримечательности. После чего Кабаевы вместе с детьми продолжили путешествие, но уже вглубь России. Цель поездки – посетить Валаамский монастырь в Ладожском озере и пристать у карельской резиденции Путина. Фотографии с поездки опубликовал у себя в Инстаграме тренер старшего сына президента. Сам тренер на двух снимках позирует на борту парусника. Этот же парусник досье обнаружил на фотографии, которую одна из учительниц немецкого языка использовала в качестве фотопрофиля в мессенджере. Это Брик России – символ праздника выпускников Аллы Паруса, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Собственник корабля – компания, связанная с другом Путина Юрием Ковальчуком. Неизвестно, были ли на борту парусника дети Путина. Возможно, это была прогулка, организованная только для учителей, в качестве поощрения за работу. В августе семья обычно живет в Крыму, на государственной даче номер 6. Осенью может перебраться в Сочи, в резиденцию Бочаров-Ручей. Там Кабаева и дети используют оставшуюся часть флотилии. Всего у семьи Путина как минимум 10 судов. Новый год встречают на Валдае. Большинство поездок берут всех учителей и размещают их на территории резиденций. Но в некоторое путешествие семья ездит с ограниченным персоналом – один-два педагога и тренер. Больше людей сложно разместить, например, в резиденции Путина в Карелии, на яхтах или в бронепоезде. Помимо яхт и бронепоезда, в распоряжении у семьи несколько самолетов и вертолетов. Источник предоставил центру досье фото и видео, сделанные на борту воздушных судов. На снимках досье обознал бизнес-джет Falcon 900. Им владеет «Газпромавия», а эксплуатируют авиакомпании «Русейр» и «Джетлет», которые входят в группу юрлиц Юлия Ковальчука. Авиакомпании арендуют и обслуживают 13 воздушных судов. В поездках распорядок дня меняется мало. Дети все так же проводят почти весь день с учителями, которые занимаются с ними и развлекают их. Собеседник досье из числа обслуживающего персонала объясняет, что это типичная ситуация для очень богатых людей. Они путешествуют по миру, но рутина в течение дня остается прежней. Резиденции Путина либо государственные, либо оформлены на компании его друзей. В первую очередь Юлия Ковальчука. Яхты — ферм Ковальчука и Тимченко. Самолеты — Ковальчука. МНЦ получает деньги от Сагаза, который тоже контролирует окружение президента. И все тут же Ковальчук. Свои активы приближенные Путина получили в основном от государства. Или же теперь зарабатывают за счет бюджета и продажи полезных ископаемых. В конце концов, за детей Путина платят из налогов. Родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку. Отношения Путина к сыновьям даже более особенные, чем к дочерям. И сами дети растут, ощущая, что они исключительные. Их учителя, охранники и остальной персонал боятся Путина. А сам он единственный, кто может строго поговорить с мальчиками. Кабаева, по словам источника досье, тоже может быть сурово и даже эмоционально. Но только отцовские наказания они воспринимают всерьез. Вероятно, отцовская похвала — главный предмет их гордости. Так Иван Путин несколько раз пересказывал своим гувернерам и охранникам особенно памятную ему историю. Как ему говорили родственники, когда он родился, Владимир Путин был настолько счастлив, что закричал «Ура!» Наконец-то, мальчик!